Чуть больше года прошло с тех пор, как Абхазская премьер-лига КВН возобновила свою деятельность после трехлетнего перерыва. За это время продюсеры нового проекта провели кастинг, отобрали 9 команд и организовали 3 игры. Фестиваль КВН, 1-8 и 1-4 сезона. В результате честной борьбы в полуфинал вышли 4 команды. Сегодня будут выступать ребята, которые на протяжении года выросли. Вот мы приезжаем там на репетиции, помогаем им ставить и сегодня ты уже видишь их глаза, они понимают уже, что они должны делать. Раньше им нужно было просто повторять, потому что немного понимания не хватало. Сейчас они уже даже сами пытаются писать определенные шутки, приходят на редактуру и там многие, конечно, вырезаются, но уже научились. Первой свою визитку показала команда историков и филологов МИФ. В предыдущих играх парни задали высокую планку и уверенно прошли в полуфинал во многом благодаря шуточным песенкам, которые стали их фирменной фишкой. Мужская команда из Ткварчала «Дождевой удар» разыграла абхазскую версию передачи «Пусть говорят, пусть говорит». Ведущим выступил специальный гость, давно мечтавшая Лаврах Малахова, Лири Каршба. Зал встретил его появление на сцене бурными овациями. Сегодняшняя история не поддается никакой логике, в принципе, как и жизнь в нашей стране. Сегодня у нас в гостях человек, который столкнулся с огромной дилеммой нашего общества. Говорить или молчать? Терпеть или пролить кровь? Стоит ли жизнь молодого бычка, чтобы род невестки не закрылся навеки? Молодежь много шутила на темы современных интернет-трендов. Фигура Ким Кардашьян, 50 оттенков серого по-абхазски и даже вирусный танец с Кибиди тоже в абхазской обработке. Объединенная команда биолога географического и физико-математического факультетов АГУ отличилась интеллектуальным юмором и удачной аллюзией на фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где царь Леон Абсха попал в Абхазию 21 века. Не надо было машину времени с Японии заказывать. Где я теперь запчасти возьму? Ты что такое говоришь, сумасшедший? Где я? Это Абхазия, 21 век. Вы попали с прошлого, в будущее, но я все починю, и вы вернетесь. Давай быстрее меня назад отправляй. Там без меня такой перегород начнется. Что, у вас тоже такие проблемы? Команда армянской общины Сухумского района «Гумский уезд» запомнилась колоритным национальным юмором, артистичным исполнением и неожиданными сюжетными поворотами. В конкурсе «Знакомый сюжет» ребята сошли со сцены, и почти все их выступление прошло в зрительном зале. Актеры разрушали стереотипы об армянах, показывали фокусы и, конечно, пели песни. Это вы армяне, да? Какие вы армяне? Вы вообще не похожи на армяне. Хотя вон тот крайне очень красивый, точно армянин. Дай-ка я на тебя поближе, поближе. Вау, какой армян, посмотрите только, а! Подвинься, мальчик! Состав жюри остался неизменным, за исключением приглашенной звезды. В этот раз ею стала актриса и певица Хибла Мукба. По сумме оценок, за два конкурса первое место разделили команды «Дождевой удар» и «БГФ». Да, мы очень рады, что так получилось. Мы не ожидали, что в зал зайдут наши шутки в таком виде. Зал принял, нам это очень понравилось. Мы готовы дальше работать. В ближайшую неделю мы отдохнем, а дальше мы начнем работать. И, конечно же, мы проложим все усилия «Дождевого удара», чтобы мы выиграли этот финал, этот «Абхазский пример» и «ГУГВ». У нас была эта цель, и мы ее добьемся. Второе место по количеству баллов и свое законное место в финале заняла армянская команда «Гумский уезд». Да, мы безумно рады, что мы попали в финал. Мы очень-очень много трудимся, стараемся для того, чтобы зрители, для того, чтобы наша поддержка, люди, которые за нас стоят горой, чтобы они гордились нами. Огромное спасибо просто тем ребятам, вот Миши Гагуля, Миши Цкуа, еще их команда, которая старается, делает все. Но они не для себя это делают, они делают это для нас, для того, чтобы мы показали себя, для того, чтобы, может, мы где-то себя проявили, нашли какое-то наше направление. Неожиданно, но один из фаворитов этого сезона – команда «Миф» по итогам игры не прошла в финал. Выступая, члены жюри отмечали, что даже очень хороший материал нужно тщательно репетировать. Посовещавшись, судьи предложили все-таки дать шанс команде «Миф» и в качестве аванса взять их в финал. Плохо подготовились, поэтому так получилось. Просто, конечно, хочется сказать спасибо, что нас позвали в финал, просто, наверное, это немного несправедливо по отношению к другим получится, как-то не хотелось бы вот таким образом попадать в финал. Ну, мы будем стараться и сделаем так, чтобы финал уже был на уровне. Гордимся, конечно, приятно. Ребята сегодня, если честно, меня удивили тем, что я как бы был готов немножечко к более, так скажем, ниже уровню сегодняшнего выступления. Ребята на сцене выложились, сделали все необходимое, то, что требовалось от них сегодня, и показали, достойно выступили, зрители были довольны. В общем, работать есть еще над чем, всегда, какой бы ни был уровень достигнут, всегда есть над чем работать, и будем дальше с ребятами работать и повышать их уровень, чтобы они росли на этой прекрасной сцене. У них получается из игры в игру реально наблюдается рост команд, их уверенность, подача, актерское мастерство. Еще все впереди, лучшее впереди, я в этом просто уверен. Пока абхазские КВНщики будут готовиться к финальной игре сезона, которая состоится в марте, продюсеры проведут отбор команд в следующий сезон. Кастинги будут проходить во всех районах Абхазии. Главное условие – желание играть в КВН. В планах продюсеров начать новый сезон Абхазской премьер-лиги как минимум с 15 полноценными командами. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абазакова.